ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, всем привет! Добро пожаловать на новый туториал! Сегодня мы поговорим о том... Блять, почему поговорим? Я же вам покажу! Короче, сегодня я вам покажу, как сделать чит. Неважно, какая это игра, чит будет работать там, где вы захотите. Так что присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Слышь, а ты топ-нахуй в кадр залез? Смотри, чё могу! Хоп-нах, нихуя себе! Красавчик, конечно, но уйди пока что из кадра, это ещё не твой выход. Перед тем, как начинать создавать чит, каждый уважающий себя программист скачивает на свой компуктер-конструктор читов, вот он. После того, как вы его запустите, программа всё автоматически за вас сделает, и да чуть не забыл сказать, процесс этот будет весьма странный, так что приготовьтесь. Итак, запускаем. Голосование! Фух, самая сложная часть позади. Сразу после завершения процесса у нас появляется чит на рабочем столе. По дефолту он уже внедрён в игру, и можно его протестировать. Поэтому предлагаю сразу же зайти в кайс, оценим так сказать деф функции. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ахуеть не встать, он реально работает. Обычно так высказывают своё мнение эксперты, что ж я пожалуй тоже выскажусь по этому поводу. Куда ты блять выскажешь? Ты двух слов связать нормально не можешь? Эксперта он в себе нашёл блять. Слышь педрила, то что я тебе подключил микрофон, это не значит что ты можешь пиздить, когда захочешь. Вот я тебе дам команду, как собачке, тогда и пизди, а так заткнись нахуй. Так, господа, на чём я там остановился? Ах да, это если, что были только дефолтные функции. Если вы хотите больше жести, тогда прожмите на этот ярлык. Там большой комплект функционированных обеспечений, благодаря которым вы можете настроить функцию своего чита. Давайте посмотрим. Ого, нихуя себе. Что сразу же бросается обычному юзеру в глаза, так это интерфейс щита. Он действительно необычный, и выглядит в принципе неплохо. Сочетание цветов весьма приятное, но мы ведь понимаем что нам похуй. Поэтому мы обращаем внимание на функции, сейчас я быстренько пробегусь по всем функциям. Итак, ну я думаю с первыми двумя функциями вы точно знакомы, аэм и вэха, все знают как ими пользоваться. Третья функция называется спид фиры, ой бля, точнее спид фаер. Это говорит нам о том, что спид это не болезнь, а скорость, а фаер это огонь, а значит мы будем быстро высаживать свои патрошики. А что это за чувак, прямо передо мной медитирует, а да вообщем то не важно, все равно сейчас съедет. Ну вот, я же говорил. Ну ладно, такая хуйня довольно таки частенько происходит. Продолжим дальше. С помощью четвертой функции вы сможете совершать огромные прыжки прямо в стартосферу. Очень крутая функция. Особенно если использовать ее с пятой функцией, банихатом. Ну а дальше у нас начинается второй столбец, и мы сразу видим функцию 16000. При активации этой функции вы получите сразу 16 косарей на закупку оружия и амуниции. Если вас вдруг заебало находится в школе, и вы хотите поиграть в каесочку, тогда вторая функция второго столбца поможет вам моментально покинуть пространство школы. Это пожалуй одна из самых полезных функций, сам ей пользуюсь почти каждый день. Ну а этой штучке мы уделим особое внимание, благодаря этому замечательному функционалу вы можете играть в каунтер, страйк прямо на телефоне, даже на своей старой наке, вообще похуй. Давайте запустим эту штуку, и посмотрим. Как видим лампочка индикатора поменяла цвет, а это значит что функция активирована. Давайте проверим. Ебать, сейчас я запащу нахуй, бля как будто играю на компукте. А ну-ка слышь прикрой меня, я тут разбираюсь с управлением. Я тебя сейчас выкину отсюда, урод. Ты чё ебанутый? Попробуй сам поиграть с телефона. Не-не-не, у меня тут шарик, у меня здесь двигатель, дай мне шарик, блядь. Кипил, сука. Это вы дебилы тупоголовые. Я вам говорю, что с телефона сложно играть. САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-САХ-С Вот уёбок. Преследует меня с предыдущего видоса. Ладно, осталось две функции. Предпоследние функции предлагает вам на выбор два напитка, ягуар или же балтика девяточка. Вероятность того, что выпадет один из этих напитков, равна 50%. Хотя лично мне, охуя какой выпадет. Так что для меня эта вероятность равна 100%. Идём дальше. Последние функции отвечают за полёт. С помощью этого вы можете летать прям как Супермен. Хорошо работает с функцией, которая помогает вам покинуть пространство школы. Так вы ускоряете процесс практически в 200 раз. Вот такой вот пиздатый чит получился. На этом у меня всё. Если вам понравилось видео, то вы можете въебашить лайк и подписаться на канал. Ну а я пойду поиграю в танки. Ой блять. То есть я хотел сказать, что я пошёл в магазин за сигами, а то курить уже не осталось. Давай быстрее, у нас уже взвод собрался. Что? Какой взвод? Ты о чём? Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok